Мне, как человеку, который не понаслышке знает, что такое политика, непонятно, потому что наши слова и дела идут в разные стороны. Я задаю вопрос. У меня много коллег, уважаемых, хороших, профессионально подготовленных людей. Их немало в нашем Министерстве иностранных дел, в правительстве тоже есть, понимаете. Но, к великому сожалению, эти люди не принимают участия, то есть не являются членами, которые в той команде и не принимают решения вообще. Поэтому, когда мы с ними разговариваем, они это все понимают. На самом деле, как идет политика? Наверное, политика зависит от одного лица или от группы лиц. Вы знаете, МИД. Что мы должны вообще делать? Мы должны выстраивать взаимоотношения, как я вам уже сказал, непосредственно с соседями, со стратегическими партнерами. Это приоритет. А потом уже выстраивать с остальным миром. У нас не так много денег в бюджете. Мы всегда думаем о том, как бы содержать, сложно содержать наши дипломатические представительства за рубежом. Нам нужно, наверное, посмотреть, в каких странах мы должны быть, присутствовать. И с какими странами нам, скажем, на втором месте или на третьем месте по необходимости, по важности иметь взаимоотношения наше присутствие. Этого я не вижу на деле. Мы открываем посольства в разных странах. В особенности у меня был вопрос. Я не отношусь негативно к арабским странам, но у меня был вопрос. Почему мы открываем? У нас есть посольство в Саудовской Арабии. У нас есть посольство в Кувейте. Мы имели генеральное консульство в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах. Мы открываем посольство в Абуда. И мы открываем посольство еще в Катаре, в Дохе. Что это такое? Это разворот нашей внешней политики от стратегических партнеров в сторону исламского мира? Это мы должны поменять свою внутреннюю политику и стать мусульманами в том понимании, как мусульмане в этих странах? И организовать систему в нашей стране так же? Или как это? Или все-таки эти страны у нас есть подсознательно какое-то понимание, что мы придем туда, попросим, арабы, щедрые люди, они нам дадут деньги. Когда государства и страны дают деньги, они дают деньги под что-то. Если они дали деньги, значит мы им должны вернуть что-то. И что мы возвращаем? То есть мне кажется, у нас вот явная идет, скажем так, исламизация нашего общества. Это необходимо нам и нужно. Поэтому мы пришли в арабский мир и присутствуем, имеем посольство со всеми этими странами. Я, вы знаете, откровенно говоря, посмотрел бы, конечно, важно иметь отношения как можно больше стран в дружеских таких вот добросельских отношениях. Но иметь столько посольств в арабском мире это вопрос. Поэтому для меня кажется, что мы на самом верху еще и не поняли, куда мы должны идти, как мы должны идти. И мне кажется, подсознательно люди хотят хорошего в стране, люди хотят в действительности иметь представительство за рубежом, иметь хорошие взаимоотношения, наверное, какую-то пользу принести своей стране. Но подсознательно, мне кажется, у руководителей наших, те, которые отвечают за эту часть, у них у всех одно – прийти и взять деньги. Потому что у нас не хватает денег. Нам нужно, вы знаете, решать свои социально-экономические задачи здесь внутри страны. Вот, мне кажется, наша внешняя политика основана на этом. Я разговаривал с некоторыми международными организациями, которые присутствуют здесь. Я не хочу говорить, называть их имена, потому что они просили меня, чтобы они остались как анонимные. Вы знаете, руководители этих организаций. И они мне все говорят, мы, говорят, даже не знаем, как вести разговор с вашими людьми, которые отвечают за внешнюю политику, потому что мы не знаем, чего они хотят. Мы им говорим, да, мы готовы помочь вам. Но, чтобы помочь вам, у нас есть вот такие-то вот свои принципы, свои нормы и условия. Нужно их выполнять. И мы это постоянно, неустанно говорим людям, которые представляют и занимаются внешней политикой. В ответ получаем, да, 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 хорошо, приходят опять, дайте денег. Как будто они нас не понимают. Поэтому ряд организаций, известных международных, руководители которых в разговоре со мной здесь, все удивляются. Говорят, мы даже не знаем, чем вы занимаетесь и что вы хотите от мира. Потому что нет элементарных вещей. Вот, допустим, деньги дают под что-то. В мире вообще деньги просто так никто не дает. Есть гранты, если у нас хорошие взаимоотношения с тем или иным государством или с руководителем, когда они говорят, вот вам грант, помощь вот целенаправленно адресована. А деньги большие, крупные суммы денег дают под проекты. У нас, насколько я понял, от организаций, от иностранцев, никто в стране даже не научился писать проекты. То есть складываются впечатления. Я не говорю, что никто не умеет писать. Наверное, есть люди, которые умеют писать проекты, так, и должны были бы. Но, значит, они не привлекаются нашими руководителями, так. То есть, куда мы не приходим, мы приходим с протянутой рукой и говорим, дайте денег. Но, чтобы попросить деньги, хотя бы квалифицированно профессионально в 21 веке, мы должны подготовить проект и сказать, вот этот проект, он будет выполняться, скажем, в течение года, двух или трех или пяти лет. Под это нам нужны вот такие-то деньги. И мы будем вот так вот их, согласно этого плана, расходовать. Мы говорим, да, мы со странами ЕС, мы со странами УДКБ. На самом деле мы разворачиваемся в другую сторону, потому что в странах УДКБ и в странах ЕС у нас есть общие интересы, должны быть. Что такое, скажем, вот в рамках ШОС, к примеру, еще один приведу. В рамках ШОС мы подписали, что страны ЕС должны развивать взаимоотношения. У нас даже был подписан, по-моему, меморандум, что все страны ЕС будут развивать отношения с Китаем вот в таком направлении. У Китая есть тоже политика своя. Вы слышали, наверное, об одном поясе. И один путь, это так называемый шелковый путь проекта, связать Центральную Азию. Едут наши руководители, встречаются с Китаем. И говорят, да, мы готовы, мы подпишем и мы сделаем. То есть даже человек не понимает, что мы, в принципе, уже до этого подписали декларацию, что мы, как страны ЕС, будем выступать единым фронтом. То есть мы должны учитывать интересы ЕС в первую очередь. А он приходит и Китай говорит, да, мы будем это делать, мы подписываем. То есть он даже не читал. Физическое лицо, руководитель государства, там, я не знаю, министр, он не может все держать в голове. Значит, у него должно быть окружение, которое должны подготовить эти бумаги и сказать ему, слушайте, вот у нас есть определенные вещи подписанные, мы не должны их нарушать. А вот здесь мы можем говорить, да, мы можем это сделать. Вот здесь мы можем обещать, а здесь мы не можем обещать. У нас даже этих элементарных вещей не происходит. И поэтому происходят казусы. Приехали в Китай и сказали, да, мы поддерживаем, мы это все сделаем. Наши партнеры по ЕС спрашивают, слушайте, а как же, мы же вроде подписали декларацию выступать вместе, как с этой декларацией быть? Поэтому у нас и не работает ничего. Я всегда приводил пример, говорил, вы знаете, это касается не только нашей страны, я не хочу критиковать только нашу страну, я просто хочу высказать свою точку зрения по поводу того, что происходит в наших региональных организациях. Вот, допустим, НАТО. В НАТО, если лидирующая страна США, которая обеспечивает, скажем, безопасность и решает вопросы стран-члены НАТО, они сказали, вот мы решаем так и мы должны идти. Все страны обсудили, присоединились, и они совершенно четко следуют вот этим указаниям. Как это было в старые добрые, скажем, советские времена, когда Политбюро решило, и все страны Республики Советского Союза следовали. Пример. НАТО решило объявить санкции. Кому это выгодно? Многим странам в НАТО, которые находятся в Западной Европе, это невыгодно. Санкции против России. Что происходит на деле? Россия одна начинает воевать и пытается бороться, не воюет, а я имею в виду, борется вот с этими санкциями, пытается выйти из тяжелого положения. Мы где? Мы члены ОДКБ. Мы члены ЕС. Где? Я не призываю, вы знаете, слепо следовать там, о, Россия, она должна лидировать, и она должна принимать решения. Но если мы уж объединились в ЕС или в ОДКБ, то у нас должны быть, наверное, общие стратегические задачи. И если бы Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Армения, кто там, члены ЕС, сказали бы, нет, ребята, значит, мы давайте будем в первую очередь стратегический приоритет ставить наши взаимоотношения, торговать, а тут давайте мы присоединяемся к тем же ответным санкциям России, то уже мир бы разговаривал с нами совсем по-другому. И с Россией, и с нами. А в мире они все прекрасно понимают, что здесь это такое рыхлое объединение, которое практически не работает, поэтому мы будем сейчас бить по рукам Россию, а никто из этих стран, оно не вступится даже за Россию, потому что у них свои проблемы есть. И мы можем их потихонечку, потихонечку. Поэтому и происходит, что Америка на сегодняшний день пытается, в принципе, создать большую проблему на пути создания вот этих региональных, серьезных организаций. Понимаете? Почему? Потому что они называют это восстановлением Советского Союза, возвращением... Ну, если Америка может это создавать, и страны входят туда, почему не могут это создавать, допустим, Китай или Россия? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова